Жители ряда домов на улице Кнеповича, чтобы навести порядок в собственном дворе и как-то повлиять на работу управляющих компаний, обратились за помощью к депутатам городского совета. Народные избранники приехали и перед рейдом. По дорогам прошел трактор, проезжую часть посыпали песком, но, как оказалось, не везде. Подробности далее. Уборочную технику жители дома номер 42 на улице Кнеповича до сегодняшнего дня вообще не видели. Приехать во двор с плотной застройкой и нерассчитанными на оживленный поток автомобилей дорогами – задача для смелых водителей, не жалеющих свои транспортные средства. Плохо приходится не только обладателям личного авто, но и пешеходам, ведь под тонким льдом снега во многих местах скрыт лед. Вы знаете, какая была здесь сходность? Вот в магазинах рядом все боялись, вот как мы пожилые боялись выйти. И даже дворничка не посыпала. Песку что ли нет, или жалко им песок, не знаю. Тут все прям даже боялись выходить. А пожилых полно людей здесь. Не посыпали даже. Депутаты городского совета приехали посмотреть на коммунальный беспорядок из-за обращения местных жителей, которые таким отношением к себе специалистов, управляющих компанией, недовольны. Хотя, в общем-то, назвать организацию бездельником нельзя. Утром перед проверкой по внутридомовой территории прошел трактор. И даже посыпал проезды песком. Вот только машины хватило далеко не на все. Опять поговорив с жителями, мы видим, что здесь нет ТСЖ, здесь нет совета дома, здесь вот все вот так вот идет, как-то люди на взаимоотношениях. Кто-то сказал, кто-то не сказал. А мы говорим о том, что все-таки нужно под контроль брать работу управляющих компаний. Должна быть совместная деятельность и администрация управления Октябрьского округа, и жителей данного дома, и, конечно, управляющих компаний. Чтобы вот такого безобразия не было. Проверяющие обнаружили и другие опасные нарушения. Например, козырьки подъездов не чистили, наверное, с начала снегопадов. Толстая шапка лежит и на скатах крыши. Если такой спрессованный сугроб начнет скатываться вниз, на прохожих недалеко и до беды. Специалисты администрации только в Октябрьском округе с начала года провели почти 200 проверок. Как видите, работы-то усилились, в принципе, и на улицах, и во дворах. В общем-то, начинают, так сказать, более активно вывозиться снег, чистка осуществляется. Но недостатков еще очень много по-прежнему. Причем в различных частях. И в центре, и на новом Плато, вот здесь, на Кнеповиче. В этом случае участники рейда дали представителям компании несколько дней на то, чтобы ликвидировать нарушения. Депутаты обещали вернуться во двор через неделю. И если ситуация не изменится, коммунальщиков ждут серьезные штрафы.